В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! 60 лет назад в Нарьинмаре был создан первый народный в Ненецком округе театр. Его история была недолгой, но яркой. Сейчас в регионе несколько театров, которые носят звание народного. О театральной жизни, проблемах и взлетах поговорим с режиссером Ненецкого народного театра или с Сергеем Никулиным. Здравствуйте, Сергей Константинович! Здравствуйте, Ольга! Сергей Константинович, давайте начнем с истории. Расскажите немного о том, как вообще и почему появился в Ненецком округе театр и почему он недолго существовал. Если взять историю вообще театрального искусства, то нельзя сказать, что это был небольшой период, потому что Нарьинмарский народный театр, который в 1961 году было присвоено звание драматическому коллективу, берет аж начало, можно сказать, от 1937 года. В 1937 году в Нарьинмаре был создан профессиональный театр. Приехали артисты со всех, как говорится, властей сюда прислали, и он просуществовал в драматический театр в Нарьинмаре. Он находился на, вот сейчас, если так вот для зрителей, на конечной остановке был дом Ненца, который потом в нем был и музей, и музыкальная школа, и кинотеатр Артика. Первый кинотеатр Артика был там. И вот там, на втором этаже, был профессиональный театр. Он просуществовал до войны, до 1941 года. В 1941 году, понятно, по каким причинам он прекратил существование временно. Артисты уехали кто на фронт, кто в какие-то концертные бригады по обслуживанию. Значит, на фронте выступали наши артисты. А затем, в 1946 году он вновь возродился. Драматический театр просто существовал до 1948 года. В 1948 году, в связи с тем, что с финансами в стране было туговато, театр прекратил существование. Часть труппы были отправлены в Молотовск, это не Северодвинск, драматический театр. И часть труппы вместе с декорациями и с костюмами была отправлена в город Котлас, где создавался тогда драматический театр. Когда-то встречался я в одной из поездок с женщиной, которая работала в гардеробе, в школе мы выступали, в Усинске вроде бы, да. И она говорит, я работала вот в этом театре. И говорит, да, действительно, мы, актеры, знали, что наш театр, как бы, вот его актеры и костюмы пришли из драматического театра Нарьенбара, что было интересно. Это был не народный театр, это был профессиональный театр. Да, в 1937 году, и вот он до 1948 года просуществовал. А буквально через год, наверное, в 1938 году приехал сюда 27 лет. Ему был Моисе Аркадьевич Немчин, который был актером театра. И затем вот до окончания был еще и заместителем директора этого театра профессионального. И когда в 1948 году закончился, как бы прекратил существование профессионального театра, он также уехал. Но в 1950 году он возвращается в Нарьенмар и при Доме культуры, тогда Дом культуры располагался в доме, в клубе моряков. Это, чтобы Нарьенмарцы представляли, где он находился, те, кто помоложе не помнят. Был кинотеатр Артика на конечной остановке, где сейчас строится молодежный центр. Вот здесь был кинотеатр Артика, а вот до кинотеатра Артика был клуб моряков в этом здании. Это не там, где Пустозерску 500 лет этот памятный знак? Нет, это... Это вот, я говорил, что это Дом Ненца был, где музей, а потом, когда то здание обветшало, перевели Дом культуры, который был в том здании после войны, да? И во время войны Дом культуры у нас в 43-м году образовался. Его перевели вот в это здание клуб моряков, который вот, помнят, с колоннами еще. А, с колоннами, вот это здание Арктики, да, да, да. Кинотеатр Арктика. Кинотеатр Артика, до этого Дом культуры там располагался также. Вот. И там же в одной из комнат зародился вот этот драматический коллектив. И первая их постановка была Ливони Ханарвете, а в 61-м году, в 57-м году приехал в Нарьенмар и стал работать в Доме культуры художником Анатолию Ивановичу Ишко, которому вот 1 декабря исполнилось 100 лет, эту дату мы отметили, и ему установлен новый памятник на его месте захоронения на заводском кладбище. А Маисер Аркадьевич в 64-м году был построен вот Дом культуры, наш новый, так скажем, в кирпичном исполнении. И туда уже вот переселился Дом культуры и Народный театр, у него была своя комната, уже где они могли репетировать и выступать на сцене. Вот такая короткая история. Ну и что интересно, Маисер Аркадьевич в 68-м году был первым Немчин режиссер театра, отмечен званием заслуженный работник культуры России. Это вот первый заслуженный работник, звание которому было присвоено. Вот такая короткая история. А затем, конечно же, были режиссеры замечательные. В 69-м году Немчин вышел на пенсию, уехал в Гатчино под Ленинград. А затем были режиссеры и Рябов, Хайкина, очень интересные, Сидорова, Любовь Игнатьевна Субарнова. Сидорова Светлана, она вот потом преподавала в училище культуры в Архангельске. А до того, как она отсюда уехала, она создала театральную студию. В эту студию пришли я, Николай Поздеев, который нынче заслуженный работник культуры. Вот, ну, мои одноклассники также. И, значит, вот в 75-м году Любовь Игнатьевна эту студию, когда закончила Институт культуры, приехала сюда, она подхватила эту студию, театр, и вот эту студию я в 75-м году закончил. Ну, а затем Институт культуры, и также я работал режиссером театра. Что интересно, что заведующий отделом культуры, когда мы приехали, сказал на совещание, как помню, готовьте себе замену. Так, ну, мы же перепугались как-то, так, готовьте себе замену. Но сейчас, как бы, вот действительно вспоминаю это я, и тоже молодым говорю, готовьте себе замену. Потому что время идет, мы куда-то переходим, меняется. А чтобы, вот, как говорится, вот это место не было пустым, конечно же, нужно готовить замену. Поэтому тоже вот подготовил, и у меня потом, после меня был режиссером Павлюков Владимир. Замечательный режиссер, интересные постановки. Он тоже закончил Институт культуры заочно. До этого он работал прапорщиком воинской части, клубом руководил в нашей воинской части. Вот, и также Белоусова Лена, вот, с ее, то есть, вот, с моей подачи поступила в Институт. Яна Багирова, вот, последний режиссер театра. Вот, ну, и вот, к сожалению, время такое было, когда и телевидение появилось, и 90-е годы, тяжелое время, когда людям надо было зарабатывать, а, наверное, до искусства, пойти где-то заниматься, уже до этого не дозаходило. И, конечно же, нужна была поддержка, наверное, театра со стороны руководства. И как-то вот в такой период театр, не было репертуара, а сложности с народным театром в том, что если он, вообще с любым народным коллективом, если он три года не подтверждает звание, то есть раз в три года он должен подтверждать звание. Если он не подтверждает, нет репертуара, нет выступлений, звание снимается. И таким образом, вот, к сожалению, народный театр прекратил свое существование. Но, тем не менее, что приятно, если вот эти 90-е тяжелые годы как-то в целом просела сфера культуры, то сейчас мне радует то, что это все идет возрождение. Люди уже недостаточно, им ни телевидения, даже ни интернета, есть потребность общаться. Поэтому и снова появляются театральные коллективы. И вот прекрасные коллективы во Дворце культуры. «Остров» Светлана Горностая, режиссер, театр Творецкого, Алена Сигова и театр «Иллипс». Вот в этом году театру Нинецкому театру «Иллипс» в 1996 году он создан нашим известным поэтом Прокопием Андреевичем Ифтысом. И в этом году театр живет, вот уже 25 лет и четверть века отмечаем этому театру. Так что вот такая вот жизнь театральная кипучая. Есть, опять же, театр существует и держится на плаву давно, суфлер великовисочным, прекрасный театр, студенческий театр, аграрно-экономическом техникуме. Так что радует то, что театры возрождаются наши любительские. Сергей Константинович, пока далеко от темы не ушли, вот немножечко на персоналиях того театра, да, памятник недавно поставлен Юшко, что это за личность, что это за человек, каратенечко, вот что это за... Это удивительный человек, удивительно очень скромный человек, интеллигентный. Вот как по жизни, так и вот его в ролях, это читалась вот какая-то такая харизма. Вот замечательные постановки вот Немчин ставил и после Немчина, вот я уже перечислил режиссеры, которые ставили с ним, работали. И до Любовь Игнатьевна, при Любовь Игнатьевне еще с Уборновой. Я уже пришел, когда уже работать режиссером, Анатолий Иванович перешел, вышел на пенсию, ушел в кинотеатр Арктика, где были также прекрасные оформления кинотеатров, как зрители наши помнят, и Арктики, и Дружбы. И он же соавтор первого памятника «Обелиск Победы». Это еще вот когда был в бетоне не облицован, это и «Рука с факелом», это и «Орден Победы». И причем вот этот «Орден Победы», когда уже облицовку делали в 2007 году, облицовывали памятник, обратили внимание, что вот этот «Орден», он из дерева был сделан. И Анатолий Иванович его выполнил очень искусно. И он, представляете, превратился со временем не в прямой, а вот такой чашей необыкновенной. Очень жалко было такое выкидывать. Мы предложили музею, тогда город предложил музей взять к себе фонды, и вот этот «Орден» в такой необычной форме до сих пор хранится в музее. Также вот он оформлял почту, зал почты, где выдавила карта, выполнена с подсветочкой. Это 60-е, начало 70-х годов. Это было вообще очень феноменально для того времени, когда не было таких средств и возможностей, как сейчас можно оформлять. Очень много прекрасных ролей играл Анатолий Иванович. Замечательные роли. Как так случилось, что он был незаслуженно забыт? Так вот, не слышали его имя, не было на слуху? Вот, понимаете, здесь как раз вот в связи с этим, когда вопрос стали рассматривать о том, что вот в этом году исполняется 100 лет Анатолию Ивановичу, а так дело в том, что, понимаете, это, наверное, и важно для молодежи, потому что по молодости мы, наверное, как-то к нашей истории, ну, так, услышали что-то, да, не запоминаем и не записываем. А лет 15 назад я обратил внимание, долго не был тоже на месте к своему стыду, когда на похоронах был, а потом я даже потерялась где-то из виду, где это место. Вот. И когда я наткнулся, то увидел, что вот этот старый крест, вернее, не старый, а в 93-м году красивый крест деревянный был сделан, он упал, могила провалилась. Тогда я обратился к нашим Домокультуровским ребятам, говорю, вот, и молодежь как-то, и действительно они тоже говорят, а кто и чего? Ну, вот пришлось объяснить, кто он такой и чего. И они откликнулись, и Александр Николаевич, это Бурдека, директор Дома и культуры, организовали субботник, покрасили ограду, который тоже в свое время отдел культуры установил, управление культурой, округа, вернее. Вот. И, значит, покрасили ограду, поправили могилу, поставили временный крест деревянный, говорит, потом сделаем. Ну, и потом, потом. Но вот сейчас вот время пришло, и обратились с тем, что хорошо бы сделать памятник. И вот год добрых дел, спасибо, наверное, этому году, ну, вот, изыскали средства и на установку. Ну, что интересно и приятно, что откликнулась и молодежь, работники молодые Дома и культуры на это. И были проведены субботники по благоустройству, место захоронения, обложили все плиткой, покрасили снова ограду. Для того, чтобы установить памятник, подиум бетонный залили, принимали участие как работники Дома и культуры. Так что интересно, из Центра молодежных инициатив волонтеры принимали участие, участники театра Творецкого молодые. И когда я им начал рассказывать, кто такой, это было для них так интересно. То есть это еще вот пример тому, что, я думаю, что, наверное, и поучительнее, том, что молодежи нужно знать историю. Надо помнить. Надо помнить. Сергей Константинович, у меня вот возник вопрос. Чем отличается театр народный от театра ненародного? А я вот уже чуть-чуть сказал, да, выше, что необходимо раз в три года подтверждать звание народного коллектива, любому коллективу, не только театральному коллективу. И это есть определенные сложности. Например, наш Эллиптс-театр только в 2020 году получил звание народного коллектива. Еще, будучи во второй, это мой третий приход в коллектив в качестве режиссера, так я по совместительству работал через год после создания, и в ТЭСы пригласил меня. Затем у меня был перерыв, потому что работал в администрации, там невозможно было совмещать, просто времени не хватало. И вот сейчас мой третий приход в коллектив. И наши участники говорили, о чем они народные? Давайте пусть будет народный коллектив. И, ну вот здесь, может быть, так признаюсь, моя была хитриночка, я всегда им говорил, говорю, ребята, зачем вам звание народного? Вот есть вы самодеятельный любительский коллектив, и слава Богу. Потому что требования от народного очень большие. Во-первых, нужно один многоактный спектакль в год, и один однактный, один многоактный, один однактный спектакль в год. Такие требования для народного коллектива. А, ну вот нет, например, режиссера, да, как было с Наринмарским народным театром. И все, звание снимается, и пропадает коллектив. А если самодеятельный коллектив, ну держится и держится вроде бы, да, и собирается. Но, тем не менее, вот мы решили, что 25-летию надо все-таки сделать его народным коллективом. Хотя в средствах массовой информации, когда обычно мы выступали, нас так и называли, народный, уже присвоили звание. Народ дал звание, все еще должен давать народ. А как, вы ненародный? И когда на департамент подали заявку, это на культурный центр, присвоили звание народному, члены коллегии удивились, говорят, как он до сих пор ненародный? Тоже даже в немникали. То есть это априори считали, что это уже народный коллектив. Сергей Константинович, вот, да, так как мы затронули ИЛИПС, да, 25 лет, четверть века, можно сказать, расскажите, вот в каком сейчас состоянии находится коллектив? Какие есть сложности, какие есть взлеты, какие у вас перспективы? Ну, из последних это вот то, что мы в 19-м году, возвращаясь из отпуска, начало сезона, и нам ставят перед выбором, даже не перед выбором, перед фактом, о том, что наш театр поедет в Петрозаводск. 2019 год был год театра, был Всероссийский марафон, театральный марафон, который начался с Дальнего Востока и заканчивался в Калининграде. И вот, начиная с февраля месяца, с начала этого марафона, один регион передавал другого символ года театра на официальном уровне, а театральные коллективы, значит, принимали на своей стороне и потом перемещались в другой регион. И от нас в 19-м году, значит, к нам должен был приехать, и приезжал сыктывкарские артисты драматического театра, а мы, Ненецкий округ, должны были представлять наше театральное искусство в следующем регионе, в Петрозаводске, в Карелии. Я ужаснулся, потому что, ребят, ну, там профессиональные коллективы едут, передают друг другу, а здесь кто? Говорят, ну, пусть едет в театр Иллипс. Но, действительно, у нас к тому времени не было больших постановок, я в 18-м году снова пришел, еще больших постановок не было. Это некоторые новеллы, сказки на фольклорную тему. Думай, 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 думай. Ага, ну, что делать-то? Все, необходимо ехать. И тогда, а программа должна была быть не менее час-двадцать. А у нас где-то 20 минутки. Соединили тогда все эти новеллы и решили, что это тундровые были или сказки бабушки Сарне. Вот у нас ныне покойная Помолева, отличная актриса. Значит, она у нас как бы бабушка Сарне, которая вот рассказывает, начинает эту сказку рассказывать, уходит с артистами за кулисы, рассказывает. Вот эта сказка оживает здесь, на сцене. И вот такой на час-двадцать мы сделали великолепный спектакль. Карельские зрители были в восторге. Три раза мы выступали, и они сказали, настолько вы привезли интересную. Причем, ну, очень сложно. Теперь проблема есть еще в том, что, вот раз о проблемах. Проблема в том, что необходимо музыкальное оформление. Ну, нет у нас пока вот проблемы с тем, что с музыкальным оформлением именно по национальной тематике, с национальным колоритом. Думай, думай, что делать. Тогда я, по крайней мере, на начало решил сделать что-то такое интересное, уже надо помпезное какое-то. Я включил баха, колокольчики, трещотки, наши вот эти олени-упряжки, да, то есть какая-то такая еще фоновая музыка. Все это вместе намешал и сделал. Режиссер на первой репетиции, звукорежиссер. Говорит, вы что, обалдели, что ли? Я говорю, что, баха. Ну, на первом спектакле он так хмыкнул. На третьем спектакле он уже так был настолько в этом водошулен. Говорит, слушайте, есть, говорит, у вас такой ансамбль, который вот фольклор соединяет с классикой, и вот это бы надо вот, вот вам надо так продолжать. Я говорю, угу, хорошо. А, говорит, есть ансамбль. Я говорю, это не наш ансамбль. Я слышал передачу целого поэта по ансамблю. Это в Ямало-Ненецком округе такой ансамбль. Он говорит, а вы где? Я говорю, да мы-то Ненецкий округ. Ну, вот еще, видите, фрагменты просвещения, да. А была замминистра культуры Калмыкии, она уже женщина на пенсии. И она потом Елене Ивановне Вергуновой свои отзывы прислала и говорит, так замечательно, так интересно. Ваш театр работает в жанре этномодерн. Вам надо продолжать в этом направлении. То есть, мы слышим всю эту музыку, соединение, классики. То есть, вот видите, театр работает в этом модерне. Вот, ну, очень замечательные актеры. Сейчас много молодых актеров, начинающих актеров, прекрасные исполнительницы. Есть также и уже со стажем. Мы вот сейчас готовим к юбилею в электронном виде выпустим книгу о театре. Она уже больше ста страниц. Там и в конце будет, о тех, кого мы помним, которые уже нет с нами актеров, галерея нынешних и наших ветеранов театра. То есть, вот так и замечательно. А еще что интересно, из последнего, мы ездили также в 2020 году на фестиваль в Сочи фольклорный, где первое место завоевали. Фольклориада 2020 она называлась. Причем мы боялись, все уже закрывалось. Мы звоним им, ребята, все закрывается. А они говорят, нет, мы вас ждем. Мы пролетели, как говорится, вот как, ну, есть такое, да, как фанера, да, над Парижем. Нет, фанера, да, там другое. А здесь очень здорово. С точностью наоборот, да. Очень здорово. Получили там тоже первое призовое место. Причем, когда только вернулись на Ринмар, все, закрыли все выезды. То есть, вот, мы успели. Ну, и сейчас вот в этом году на Качеве Севера ездил театр, также призовое первое место. То есть, театр живет. Сергей Константинович, как вы думаете, нужен в Ненецком округе, вот в Наринмаре непосредственно какое-то здание, которое было бы просто театром. Ну, не где-то в КДЦ выступать, а чтобы было здание, потому что, насколько я знаю, вот проблема очень у многих коллективов, да, и театральных, и не только негде репетировать, нету сцены своей. Это проблема сегодня. Дело в том, что, когда построили этот монстр, КДЦ Артика, который нынче дворец культуры Артика, где был еще и КДЦ создан, и еще наш дом культуры городской, да, потом это все слили в один центр. Ну и чего? Я считала, что, ой, как здорово, замечательно. Да, он отличный, красивый, но места там категорически не хватает для работы коллективов. Вот мы, театральная сцена, которая на третьем этаже, зал на 30 мест. Это очень маленький. Это, во-первых, очень неудобный, очень маленький, и в нем занимаются три коллектива. Занимаются коллективы дворца культуры Остров и Островок детский, также Театр Творецкого, и еще Театр Иллипс. Мы полтора часа, по часу делим время для репетиции. Театр наш, Иллипс, всего три раза в неделю вынужден заниматься. Галопом по Европам. Извините, еще мы успеваем какие-то вещи творить, еще где-то первые места завоевать. В целом, говорю я, конечно, здорово так, что мы первые места завоевываем, но, с другой стороны, меня печалька берет. Это здесь еще спасибо нашим руководителям, что поддерживаем мы культуру, и клубы у нас сохраняются. Ведь по России очень много, вот за эти годы, тяжелые, 90-е и после 90-х, очень много дворцов культуры, домов культуры закрывалось. Слава Богу, у нас здесь все сохраняется. Это спасибо руководству. Но, тем не менее, на этом останавливаться нельзя. Нужно развивать. А чтоб развивать, ну извините, в этом помещении, ну как можно трем коллективом заниматься? Если бы у нас было свое помещение, мы могли бы показывать еженедельно наши спектакли. Так же и другие коллективы. Для большую сцену это вообще выйти проблема, потому что она всегда занята. Поэтому, конечно же, существует проблема. Ну и, конечно же, я думаю, что и наши зрители мечтают о том, чтобы в Наринмаре был профессиональный театр. Ну пусть маленький, небольшой. Почему нет профессионального? Почему вот... Ну и, во-первых, нет помещений, где бы могли разместить, где возможно разместить. Ну и, конечно же, опять же, говорю, что это надо, чтобы было вот такое политическое решение, так скажем, да, для того, чтобы создавать этот театр. У нас ведь даже... Что говорить о профессиональном театре? Много раз мы говорили о том, что надо создавать профессиональные коллективы. У нас и тот же коллектив, ансамбль Хаяр, которая визитная карточка, да, Майнбава в Нальминосе. Ну давайте вот хотя бы в Нальминосе создадим профессиональный театр, где профессиональный ансамбль, чтобы люди были на ставках, работали. Это и занятость, это ведь не только артисты, это и вспомогательный состав. в письме. Давайте. И это будет для поселения плюс и развитие дальнейшее. А что нужно, чтобы стал театр народный, допустим, профессиональный? Может народный стать профессиональным или нет? Ну, народный, да, конечно же, это пример в Архангельске театр. Режиссер, забыл сейчас. Который был молодежный театр. Забыл фамилию. И они из вот этого молодежного народного театра сделали профессиональный театр. То есть потихонечку, потихонечку стали вводить ставки. И люди стали работать. Но сегодня у нас нет базы. Самое главное, нет базы, нет помещений, где бы могли работать. Мы сейчас поднимали вопрос о том, что, ну извините, даже этнокультурный центр, который в планах стоял о том, что строить здание, сейчас не стоит. Сейчас, дай бог, построить бы здание в Нельминоссе, где старый клуб снесен, а они ютятся в спортивном комплексе, который... Много лет уже просят. Который на краю деревни. И проблема-то ведь... Мы приехали два года назад туда с концертом, выбирали специально время, когда, чего, чтобы у них там люди были свободны, ни в бане, нигде, да, как говорится, с этой селу летом приехали. Добрались. Хорошо нас встретили на машине, на УАЗике довезли инструменты, ну извините, и был сильный ветер. С другого конца деревни кто придет? Пришли только дети, которым мы еще задержались из-за транспорта, потому что было сложно добираться, и не совсем хорошая погода была. Они час сидели, ждали начала нашего спектакля. То есть вот. А наш здесь тоже этнокультурный центр. Ну что, вот вы же бываете на съемках, когда проходит мероприятие? Где он проходит? Где заканчивается этот зимний сад? Перед зимним садом, там помещение небольшое. Вот это фойе, который проходной двор, то есть во время мероприятия идут хождения. Извините, это стыдоба. Было помещение в бывшем ресторане Арктика. Проводили. Если здесь может только человек 40 уместиться, то там, по крайней мере, размещалось человек 80. И устанавливалась какая-то временная сцена. На сегодняшний день это занято. Нам обещали, обращались наши артисты, нам обещали в сентябре это помещение вернуть для Дома культуры. Ну, естественно, мы могли бы там размещаться. Но пока ВОЗ и ныне там. Друзья, мы так потеряем все. В городе же вообще, наверное, здания нету приспособленного для того, чтобы... Ну, сейчас, кроме КДЦ, ни одного здания со сцены, наверное, нету. Я уже неоднократно говорил о том, что, друзья, смотрите, возьмем наши советские времена, да, которые, мы говорим, там, застойные и прочие, да, как-то их по-разному называли. Но, смотрите, сколько было точек культурного, так скажем, роста. Дом культуры, кинотеатр Артика, кинотеатр Дружба, клуб лесозавода, клуб на Сахалине был. И еще в каждом учреждении крупной организации были красные уголки, помещения со сцены, где могли самодеятельность любителей собираться, разные коллективы, репетировать и проводить какие-то мероприятия. На сегодняшний день пенсионеры говорят, а нам негде собраться. Вот на предвыборной встрече пенсионеры обратились к Откину, Сергею Николаевичу, говорят, извините, мы вот сейчас у нас был конкурс вот этот пенсионный, там, собираются они, да, раз в год выступают. А они говорят, нам негде было собраться. Мы репетировали на квартирах. Ну, это же никуда уже не лезет. Ни в какие ворота, так скажем. То есть думать надо. Нужно думать и на перспективу. Мы потеряем, вы понимаете, вот интернет, это все хорошо, но разобщенность через интернет, мы к чему придем-то? Мы потеряем людей, потеряем личности. Сегодня у нас, я так скажу, достаточно, но это, наверное, может быть, еще и мы, работники культуры, в какой-то мере виноваты, потому что на одном из семинаров Доме Народного Творчества Всероссийского много лет назад тоже приехали и жаловались на своих руководителей и прочее, а директор Дома Народного Творчества Всероссийского тогда сказал, друзья, а чего вы, говорят, жалуетесь? Вы работники культуры, вы занимаетесь просвещением. Ваше начальство это такие же люди и вы их должны также просвещать. Вот, и здесь, вот, здесь у нас на Ринмаре, наверное, даже было сильное лобби спортивное. У нас много спортивных залов, достаточно, я считаю, что много, где можно заниматься. а вот культура находится вот в одном большом, но, по сути дела, если разбираемся, небольшом. Ну, до пандемии какое-то было развитие, помните, даже была какая-то такая акция, я вот, к сожалению, забыла, как она называлась, к нам приезжали и бесплатно давали различные театральные постановки, причем это были режиссеры очень известные и были просто невероятно интересные. Это здорово, конечно. Но потом это все затихло. Ну, затихло, во-первых, сейчас затихло из-за того, что время такое, мы переживаем эту пандемию, да, но, опять же, когда вот выступали все, да, и приезжали артисты, это Дом культуры с утра до вечера занят, потому что они приезжают утром репетиться и вечером не выступают. То есть, я опять же говорю, что другим коллективам прорваться на сцену на эту невозможно, поэтому это недостаточно. Мы, когда в свое время в администрации, когда отдел культуры был при администрации, в администрации города, мы все-таки, у нас были планы по развитию муниципальной сферы культуры, по строительству, пусть небольших тогда говорили, а модульных каких-то зданий в различных микрорайонах города, где могли бы заниматься не только наши муниципальные коллективы, но и все другие, те же пенсионеры, те же молодежи, в этих, и их можно было бы использовать многофункционально, вот эти помещения. И это не такие большие деньги, и легко построить эти модульные здания. Ну, вот по типу, вот что вот наши, два магазина, близнецы, как их называют, вот здесь. Вот небольшие помещения, где могли бы собираться, где могли бы репетировать коллективы. Очень детских не хватает спектаклей, очень не хватает, прям это ощущается, потому что детям это нужно. Это очень. Ну, вот посмотрите, опять же, а, еще одно помещение, это дом детского творчества. Мы и вообще потеряли его с переездами, да, с какими-то передвижениями. Там же были детские коллективы, там был прекрасный кукольный театр. Ну, да, здание надо строить. Сергей Константинович, вот в конце программы какой бы вы сделали посыл нашим телезрителям, театралам, что нужно сделать, чтобы все-таки, да, вот сложные времена и нет возможности как-то регулярно приходить на спектакль. Что, как сохранить в себе это желание, эту страсть, можно сказать, да, к театральной жизни? Да, ну вот, действительно, как сказал Шекспир, вся жизнь игра, и все мы в ней актеры, и действительно, мы по жизни играем каждую роль, если так сказать. на работе мы одни, дома мы другие, да, в гостях мы третьи, то есть мы все актеры, по мнению Шекспира. Ну, а вообще, вот, наверное, с детства это уже прививается какая-то любовь к театральному искусству, к действию, и действительно, она способствует развитию вот этого молодого человека. Помните, да, многих ставили на стульчик в детстве, да, и говорят, собирались гости, вот прочитай, и все любовались, да, как это. Ну, а тем не менее, кажется, шутка, с другой стороны, это дает возможность человеку развиваться, возможность не бояться выходить на аудиторию, на публику, то есть, вот, основы театрального искусства, они пригодятся любому человеку в любой профессии, для того, чтобы ему развиваться. Поэтому, я думаю, что надо не бояться даже устраивать дома какие-то спектакли, пусть кукольные, еще какие-то выступать, не бояться выходить. выходить. Ну, и даже вот сейчас некоторые работники администрации обращались ко мне, говорят, так, слушайте, вот я преподаю речь, словесные действия у заочников в колледже в нашем, они говорят, так вот, может быть, какие-то семинары бы вы устроили, чтобы вот, мы бы пришли с удовольствием, позанимались речью, для того, чтобы, ну, уметь общаться, выходить на публику и не бояться. Доклад прочитать. Да, даже доклад прочитать. Художественное чтение доклада. Сергей Константинович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам на программу. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу, я напоминаю, что речь шла о проблемах народного театра, и гостем студии стал Сергей Никулин, режиссер Ненецкого народного театра «Иллипс». До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин